Новый закон о патриотическом воспитании в скором времени появится в Самарской области. Его уже одобрили парламентарии Самарской губернской думы сразу в двух чтениях. Что легло в его основу и какие еще законопроекты рассмотрели депутаты, расскажем в нашем сюжете. Бойцов СВО освободили от уплаты транспортного налога. На заседании Самарской губернской думы принято решение о продлении льготы на 2024 год. Законопроект инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Льготы действуют в регионе с 2022 года. Ею воспользовались более 3,5 тысяч бойцов и их родственников. Большинство получили в беззаявительном порядке эту меру за прошедший 2022 год, а в налоговый период, когда считалось, за 2023. Поэтому надеюсь тоже на такую же проактивную нашу работу, чтобы и бойцы, и семьи чувствовали, что они в надежных руках и в заботе нашего государства. На заседании рассмотрели законопроект о патриотическом воспитании. И его соавтором выступил Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе. По словам Геннадия Котельникова, председателя Самарской губернской думы, закон будет способствовать оптимизации нашего общества через его интеграцию. Он станет единым документом таким, который и призывает, и создает условия для и патриотизма, и для развития общества в правильном направлении. Законопроект о патриотическом воспитании одобрен депутатами единогласно. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.